Всем привет, с вами Джей. В этом видео будет обзор второй части легенды о разорении династии. Поехали! Фильм начинается с вторжения первого властителя земли со своими последователями в руины Утула. Их встречает Зеллах и между ними намечается заварушка, так как властители из других империй не имеют права проникать на чужую территорию без спроса. В ходе драки Зеллах сбегает, используя телепорт. Чуть позже он ведет беседу с серебряными жрецами, где упоминается Золотое Око, спрятанное в руинах Утула, и что им нужно теперь ускорить выполнение своих планов. В конце фильма нам показывают отрывок, где первый властитель земли говорит, что Золотое Око Империи Воды у них. И теперь она превратится в преисподнюю вслед за Империей Огня, а следующая их цель Империя Воздуха. Если вкратце, Золотое Око – это часть тела серебряных жрецов, которая располагалась во лбу каждого из них. Их всего 12, как и самих жрецов. Они являются источником духовных сил в этом мире. Империя Воды и Воздуха заключили между собой скрытый союз, негласные хроники ветра и воды. Жрецы проводят свои опыты в пещере застывшего смрада, чтобы выбраться из заточения и переселиться в человеческое тело, которое будет способно выдержать их сущность. Второй Акт Целинь останавливается у Юки, ночью на нее нападает Дарк, опять же из-за ее способности к регенерации, которая не дает покоя жрецам. Но тут появляется Сильвер с Лотос и вступает в бой. Дарк создает клонов, Целинь освобождает Юку из заточения. Несмотря на численное превосходство, Дарк доминирует весь бой, но стоило Целинью разбить призрачное зеркало, Дарк решил свалить от греха подальше, замутив напоследок взрывную технику. Лотос с Сильвером хотят забрать с собой Юку, чтобы освободить Гильгамеша, но она до сих пор в обиде на Лотос из-за того, что отец Хилюр передал силы ей, сделав ее шестым властителем. Юка отказывается с ним идти, а Целинья, который наоборот горит желанием, грубо отшивает Сильвер. Позже Юка все-таки соглашается, но с условием, что Целинь идет с ними. Далее они продумывают план, как добраться до места заточения Гильгамеша. Третий акт. Тирей находит тело сбежавшего Серебряного Жреца из первого фильма, которое скармливает существу под именем Сироп Рейши. Сироп Рейши это монстр, который является наполовину человеком и наполовину растением, которое способно воспроизвести полноценное тело из любого куска плоти. За основу берется плоть Сильвера, так как его духовная сила максимально схожа с телом Гильгамеша, что объясняется в концовке, когда мы видим, что первый властитель Кшити Кархбха со своими последователями выглядит как Сильвер. В поиске беглецов жрецы создают шпионскую сеть, объединив силы властителей вместе с новым шестым властителем Фрост, чья способность заключается в захвате души взглядом. Им удается засечь лотос и поймать ее душу, используя новые способности властителей. Наша четверка сбегает с особняка, узнав, что их рассекретили. На них нападает Даркс Армии, чуть позже используя призрачное зеркало против сбежавших властителей. Погоня переходит в воздушную дуэль, где им удается оторваться с помощью духовного зверя Хаинь, который должен их доставить в руины Утула. Но чтобы туда добраться, им нужно незаметно пролететь сквозь чудовище благословения. Но что-то происходит не так, и лотос хватает его щупальца, пока остальная команда добирается до земли. Осознав свою беспомощность, в данном случае они решают завершить начатое дело. Четвертый акт. Тирею Дарка и Зелаха жрецы посылают на защиту темницы Гильгамеша, каждого по отдельности. Стоило Тирею появиться, как на нее тут же нападает лотос, починившая благословение, но при этом сама находясь под управлением пятого властителя Сумрака. Это была ловушка, жрецы решили избавиться от Тиреи Дарка, так как они слишком много знают. Сильвер и Целинь добираются до входа в пещеру Белого Ада, которая полна хищных растений, пожирающих плоти духовную силу. Сильвер идет дальше, Целинь остается ждать. Дарк добирается до Юки и отрубает ей руку. К нему подбирается Фрост, но Тирея предупреждает Дарка и рассказывает о предательстве жрецов. Еще появляется лотос, который до сих пор находится под контролем, и ей приказывают убить эту парочку. Она настигает Дарка с Тиреей и начинается бой. Дарк призывает призрачное зеркало, но лотос в нем не отображается. Тогда Дарк призывает свои копии, но их быстро убивает, а затем и разбивается зеркало. Тирея использует сияющий подол и приказывает Дарку, чтобы тот убил Сумрака, который управляет лотос, пока она ее сдерживает. Дарк быстро находит новых властителей и вступает с ними в бой, склоняя чашу весов в свою сторону. Они дают отпор своим оппонентам. И тут появляется Зилах, Дарк пытается его предупредить о коварстве жрецов, но тут же становится им атакован, так как он с ними заодно. Далее Зилах отправляется к Целинью и начинает его деморализовывать, сея сомнения в его дружеских отношениях к Сильверу. Также он признается, что Белый Ад это его ловушка, где он замедлил время в 120 раз и что Сильверу уже не выбраться оттуда и эпично входит в портал. Целинь пытается удержать закрывающийся выход из Белого Ада в надежде, что Сильвер вернется. Юка из последних сил просит Дарка пустить ей кровь шипами, чтобы удерживать проход открытым. Затем Тирея с Дарком делится с ней своими силами. Но тут возвращается Зилах с подкреплением в лице первого властителя Кшитикарпхи с тремя последователями. Его способность это опустошение. Он может мгновенно лишать местность духовных сил и своих противников, делая их обычными людьми. Они без проблем справляются с Дарком, Тиреей и Лотос. Зилах приказывает их убить, но Тирея раскрывает все карты, ставя ультиматум. Если это случится, то тайна жрецов Империи Воды станет известна соседним странам, которые начнут вторжение за нарушение баланса. Сильвер умирает и Целинь становится седьмым властителем. На него нападает один из последователей в облике Сильвера, но духовный зверь Сильвера жертвует собой, приняв удар на себя. Начинается жесткая драка не на жизнь, а на смерть. Целинь побеждает своего соперника, но тот притворяется с Сильвером и атакует его. Затем появляется Зилаха и они телепортируются с поля боя. Вдруг кто-то длинноволосый выходит из Белого Ада. Но это оказывается Гильгамеш, а не Сильвер. Белый Клык уносит своего хозяина, а все кругом начинает рушиться. Белый Клык с трудом пробивается сквозь обломки. Далее идут кадры, где Тирея с Дарком живые, но в цепях перед жрецами. Юку запирает в клетке, над Лотос ставят эксперименты из-за ее способностей, чтобы изучить ее обратные цепи духовных сил. Целинь благополучно выбрался и стоит где-то на острове, вспоминая Сильвера. Нам показывают живого Гильгамеша, который шагает в сторону Империи Воды, а где-то вдалеке напротив него стоит его старый Друг Зилах с пятым и шестым властителем, а на его плече, если я не ошибаюсь, Духовный Зверь Прощения. Такая эпичная концовка, которая ведет к масштабным событиям в третьей части. Надеюсь, мы ее дождемся в ближайшее время. Всем спасибо, с вами был Джей. Субтитры подогнал «Симон»!